19 октября этого года состоится вторая сессия вновь избранного законодательного собрания Вологодской области. Повестка дня этой сессии сформирована, она достаточно обширная. В частности, в правительственном области подготовлено более 20 законопроектов, которые будут рассматриваться. Хотелось бы обозначить некоторые из них, которые, на мой взгляд, представляют сегодня максимальный интерес. В первую очередь, конечно, это внесение изменений в действующий закон о бюджете 2016 года. Предстоит распределить дополнительные средства порядка 380 миллионов, которые будут включены в доходную часть бюджета. Из них почти 200 миллионов – это те деньги, которые мы получили из федерального бюджета. Средства предназначены на поддержку малого и среднего предпринимательства, сельскохозяйственной деятельности, на строительство дорог и на другие социально значимые проекты, которые касаются практически всех жителей Вологодской области. Еще один законопроект, который я хотел бы проанонсировать, он подготовлен в правительстве Вологодской области в развитии изменений, внесенных федеральным законодательством. Речь идет о деятельности мировых судей. Сегодня предполагается возможность отвечать на запросы граждан, которые направлены в адрес мировых судей по электронной почте, также в электронной форме за электронной подписью мирового судей. До сегодняшнего дня этот процесс был оформлен в бумажном виде. Также хотел бы напомнить еще один законопроект, рождение которого началось летом этого года. Инициатива была фракцией «Единая Россия», она была поддержана губернатором Вологодской области, правительством области. Речь идет о снижении цены выкупа земельских хозяйственных значений теми организациями и теми христианско-фермерскими хозяйствами, которые сегодня используют эту землю на праве бессрочного пользования. Речь идет о снижении цены с 15% до 3% кадастровой стоимости, практически в 5 раз. Мы полагаем, что такая возможность, которую мы и депутаты, и представители партии «Единая Россия» эту идею выдвинули, полагаем, что это должно стимулировать сегодня сельскохозяйственное производство, поскольку, во-первых, эти средства, которые сегодня можно будет сэкономить на выкупе земли, они будут направлены на инвестиции, вложения в сельскохозяйственное производство. Ну и, в конце концов, я думаю, для каждого сельскохозяйственного производителя важно, чтобы эта земля была действительно в его собственности, тогда можно вкладывать в нее, можно развивать сельскохозяйственное производство. Я думаю, что это будет, безусловно, стимулировать развитие сельскохозяйственной деятельности на территории Вологодской области. Это малая часть законов, как я уже сказал, которые будут рассматриваться. Надеемся, что они будут поддержаны депутатами и приняты.